эй всем привет и с вами до воды мы вот такой вот новенький форматик звоночка не хватает цинь 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 так вот собственно сегодня у нас на обзоре будет табак игуана я его получил от производителя он со мной связался и сказал что она протестирует сними собственно обзор этого табака мне прислали очень очень много всех их вкусов то есть это не все вкусы у них в районе там 24 28 может даже больше вкусов в линейке хард линейка хард то есть вирджиния и хард ебать мне все сыпется вирджиния то есть табак вирджиния и линейка хард смешно так вот я потестил этот табак я его прокурил некоторые вкусы из линейки хард и сразу скажу линейку хард надо вам закрывать она просто пиздец сразу говорю ее можно курить но ее неприятно курить давайте я уже собственно расскажу вам об этой пачечке что к чему и так далее вот такая вот у нас игуана табака 100 граммовая пачка ее цена 450 рублей за 100 грамм соответственно есть пачка 200 грамм это 900 рублей и есть килограмм это 4500 за килограмм табака 4500 за килограмм так вот очень меня что насторожило в этом табаке это в том что как на сайте производителя заявлено что они могут сделать любую крепкость какую вы захотите от четверки до восьмерки пускай будет так но мы то люди уже в этом сильно разбираемся и понимаем что за короткий срок невозможно так быстро поднять крепкость исходящего табака но либо у них очень огромный цех где они могут себе позволять держать постоянно табак разной крепкости или же как мы все знаем это жидкий никотин жидкий не жидкий не знаю как он правильно называется но в сути это собственно не меняет так вот табак игуана в хардовой линейке он очень сильно отдает на горле я уже почти все вкусы перекурил но сегодня я сделаю топ 3 вкуса которые мне очень понравились и мы собственно их попробуем раскурить и я еще раз поделюсь с вами впечатлениями может они собственно у меня немного поменяются также внутри у нас есть вот такой вот пакетик и эта пачка крайне неудобна потому что если закупать допустим это домой да вот я захотел 100 грамм лесного ореха там малинового варенья и так далее что мне получается вот в этом пакетике табак неудобно держать если он будет лежать так он соответственно сок весь вытекет постоянно держать стоя тоже неудобно ради 100 грамм жертвовать контейнером тоже по моему мнению глуповато поэтому тара крайне неудобная не угодишь не угодишь короче что еще хочу о нем сказать это акциз пачки у меня не без акциза потому что это промо пачки как бы и они не являются акцизом что касается вкуса продолжительность вкуса она довольно таки странная и довольно таки короткая мне не очень понравилось именно возможно в других линейках это получше сделано но здесь идет упор в линейке хард прям именно на крепкость знаете там 10 из 10 нужно курить крепко будь мужиком но нет вот эта их крепкость она перебивает и вкус и все остальное и соответственно складывается такое неприятное ощущение при курении от линейки хард линейку легкую я не очень сильно тестировал там было два вкуса которые приносили в маленьких баночках я попробовал ну более менее так нормально зашло а именно игуана хард она мне вообще собственно не зашла а давайте сейчас покажу какие есть вкусы и мы собственно продолжим уже раскуривать этот весь табак и посмотрим как он будет себя вести именно когда раскуривается а малиновое варенье вкус реально малинового варенья но мы все знаем что как он пахнет и как курица у табаков всегда по разному бывает что пахнет он круто а курица а бывает что наоборот так что просто делюсь пока как это пахнет деревенский хлеб да это реально хлеб это когда заходишь в отдел где делают хлеб в магазинах очень пахнет пряный цитрус ну пряный цитрус сразу чувствуется у него нотка флеймса вот прям вот цитрусовая флеймсовская нотка хрустящий кешью хрустящий кешью вот это топ я его оставлю мы его покурим африканский кактус если вот блять если сильно вот так вот прям в пачку засунуть нос и начинать прикуриваться принюхиваться прям нотка такого дерьма вот блять не в обиду никому но вот прям такая нотка прям именно говница пропахивает чокнутый ананас что за название чокнутый ананас 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 очень похож на ананас от хукафины black кто курил тот поймет что это за запах наливное яблоко я не знаю что такое наливное яблоко и в природе я его не не встречал но это это не анис это зеленое яблоко и скорее всего это грэнни смитово что очень такое прям с кислиночкой мне отдает это королевский банан это типа королевский это вот такой банан который вот такой блять размером королевский ну очень пахнет этими конфетками сушеных ананасов да ну ой ананасов бананами странный банан очень вкус тающая груша груша пир дюшес чувствуется химия в груши прям сильно и лесной орех орех прямо дает реально наци ну раз мне кажется к ореху уже все мы принюхались прикурились и он нам не интересен нам интересен короче будет сейчас тогда хрустящий кичью деревенский малиновое варенье насколько малина малина и наверное все таки пряный цитрус это три топа по моему мнению которые здесь есть и собственно сейчас мы их забьем в чашечку я все это разогрею и начнем раскуривать на наших кальянах маклау пока не переключайся можешь поставить лайк написать комментарий что ты думаешь об этом табаке и подписаться если не подписок эй так вот собственно я уже вернулся и сейчас мы уже раскурили наши все три кальяна и сейчас я буду собственно делиться с вами мнением его крепкости если можно назвать даже тяжести и как собственно это раскрывается именно в пачке и как это пахнет когда ты это куришь то есть чувствуешь сразу хочу сказать что да линейка не тяжелая ой не крепкая она реально тяжелая потому что крепкость аля крепкость здесь очень такая непонятная ненормальная она очень сильно давит на горло и любителям именно таких кальянов это зайдет мне лично оно никак не заходит именно тяжелой линейки в харде и мне очень тяжело это курить потому что сильно давит на горло и остается именно осадок по ароматике могу сказать что в принципе как пахнет с упаковки так в принципе оно и отдается при курении да как я и говорил оно отдает прям сильно на горло но хрустящий кешью очень интересный вкус но его скорее всего нужно закупать в средней линейке не сильно вернее крепкой потому что в ней много сами понимаете чего не могу второй у нас вкус это малиновое варенье прям жесткий никотиновый такой ненормальный удар ой блядь не ребят учитывая что это чашки у меня убивашки оревки и так далее на трех уголечках Забито с отступом Очень сильно даёт Прямо на гортане И это прям очень сложно курить Блядь, даже сложно Описать этот вкус Потому что этот никотин, сука Который, блядь, прям на горле остаётся На горле остаётся С ним прям реально очень сложно бороться И последний наш вкус Пряный цитрус, простите, ребят Ну не могу реально Блядь Короче, пряный цитрус Он такой, отдаёт прямо апельсиновой химкой Прошу прощения производителей Да, ребят, не обижайтесь Но линейку Хард вам надо нахуй списывать Просто со своих полок И оставлять только лёгкую и среднюю линейку А это был Дава Дым И табак Игуана И я не смог реально прокурить И кальяны Маклауды Так что подписывайся, ставь лайки Что ты думаешь о крепкой линейке Игуаны Тоже пиши комментарии От ревлей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому